Илья Николаевич Ульянов, Вера Васильевна Кашкадамова, Дмитрий Иванович Архангельский, Нина Васильевна Пономарёва. Эти имена педагогов известны многим ульяновцам. Об их деятельности рассказывает выставка «Учителями славится Россия», которая открылась в квартире музея семьи Ульяновых. Мы вспоминаем наших школьных педагогов, которые открывали для нас мир знаний и проводили с нами времени больше, чем это предусмотрено учебным планом. Мы, конечно, с огромной благодарностью говорим спасибо тем, кто научил нас профессии, нашим педагогам в среднеспециальных образовательных организациях и в вузах. Открывают выставку материалы, посвященные Илье Николаевичу Ульянову, прославленному педагогу-просветителю. Он был одним из тех, кто на ниве народного образования творчески развивал передовые педагогические идеи Константина Ушинского, родоначальника научного подхода к педагогике в России. Более 30 лет отдал Илья Николаевич народному образованию. Он прошел путь от простого учителя до директора народных училищ Симбирской губернии. Он воспитал целую плеяду учителей, которые вошли в историю педагогики под названием ульяновцы и прославились исключительно предностью своему делу. Ученицей Ильи Николаевича Ульянова считала себя и герой труда Веры Васильевны Кашкадамова, которая стояла у истоков рождения школ нового типа. Документы, фотографии, личные вещи Веры Васильевны представлены в следующем зале выставки. Еще один герой выставки – художник Дмитрий Иванович Архангельский. Его имя является гордостью Симбирского ульяновского края. Он не только тонкий художник и неутомимый пропагандист искусства, но и страстный краевед, вдумчивый исследователь, историк, увлеченный этнограф, коллекционер. Выставка впервые раскрывает еще одну грань многогранной личности Дмитрия Ивановича, как педагога-методиста, который 35 лет отдал педагогическому труду, воспитал не одно поколение талантливых ребят и всегда говорил, что работать с детьми – мой любимый дядя. Экспонаты, переданные членами семьи, рассказывают о супругах-учителях Нине Пономаревой и Владимире Боркове, которые проработали в школах Ульяновска почти по 50 лет. Нина Васильевна долгое время возглавляла седьмую школу имени Кашкадамовой, а потом стала директором восьмой школы, которая теперь носит ее имя. Их сын Игорь Борков поделился воспоминаниями о своих родителях, которые были и его учителями. Воспоминания великолепные. Пожалуй, я единственное, что запомнил, это ее уроки. Очень, так сказать, запомнил. Она вела у нас древний мир. Это рассказы о палке-копалке, которые, значит, что-то копали древние люди. Это рассказы о древней Греции, Брима. Я помню ее на самом деле уроки, как она преподавала. Это было очень хорошо. То есть она была, конечно, преподавателем от Бога, учителем от Бога. И отец тоже. Представьте себе, слетим, послепым поработать всю жизнь в школе. В 42 года отдала народному образованию отличник народного просвечения заслуженный учитель школы РСФСР Лидия Сергеевна Стеженская. 23 декабря 2023 года Лидия Сергеевна отметила юбилей – столетие со дня рождения. В экспозиции представлены предметы, переданные юбиляром музею. Выставка еще раз доказывает, что только преемственность в работе разных поколений учителей способствует совершенствованию передовой педагогики. А главным, вечным и неизменным в школе остается учитель.